Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я расскажу, как приготовить очень простой пирог с вишней на кефире. Вишня для этого пирога подойдет как свежая, так и замороженная. Духовку заранее включаю на 180 градусов. Ягоду мою, удаляю косточки и выкладываю на дуршлаг. Вишня даст немного сока, но он обязательно должен стечь, чтобы пирог не размок. Если у вас замороженная ягода, ее тоже нужно разморозить и дать стечь соку. Соединяю яйца и сахар в миске, взбиваю венчиком примерно 2 минуты до мелких пузырьков. Вливаю к пенистой яичной массе кефир, перемешивая венчиком. В сите соединяю муку и разрыхлитель. Если нет разрыхлителя, можно взять 1 чайную ложку соды, но соединить не с мукой, а с кефиром. Просеиваю муку в жидкую массу. Муки может понадобиться чуть больше, чем указано в рецепте. Это зависит от размера яиц, густоты кефира и самой муки. По густоте тесто должно получиться как на оладьи, то есть спадать с ложки широкой лентой. Это важно. У меня форма диаметром 18 см. Смазываю ее маслом, дно покрываю пергаментной бумагой и выливаю тесто в форму. Сверху выкладываю вишню. Сладкоежки могут посыпать ее 1-2 столовыми ложками сахара. Ставлю пирог выпекаться в разогретую духовку на 40-45 минут. Готовность определяю по сухой лучинке. Она должна легко выйти из середины пирога и при этом остаться сухой. Даю пирогу остыть и посыпаю его сахарной пудрой. Пирог с вишней готов. Можно наливать чашку чая и наслаждаться вкусом летом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!